Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава книги притчи, читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Ну вот, в пятой главе пошли уже более конкретные рекомендации, наверное, немножко подустали мы, но и наш идеальный читатель, молодой парень, в первых четырех главах вот эти общие слова про премудрость, про наставление отца, вот уже пошло поконкретнее. С чего начинается? Ну, у нас уже было про насилие, про то, что нельзя быть с бандитами заодно, что не нужно отказывать помощи, когда ты можешь это сделать, и было про чужую жену, к ней ходить не надо, здесь вот снова эта тема. «Сын, выслушай мою мудрость, в мысли мои вникай, чтобы исполниться прозорливости, чтобы знания уста твои хранили». Ну, такая краткая формула в самом начале, она повторяет то, что было раньше, а вот уже конкретнее. «Источают мед уста чужой жены, и текут, как масло ее речи, обернется она горечью полынной, лезвием меча обоюдоострова, ее стопы спускаются к смерти, шаги направлены к Шиолу, Шиол — это мир мертвых. О дороге жизни она не помыслит, как зыбки ее пути сама не знает». Ну, вот повторяется эта тема, что она выглядит привлекательно, но на самом деле это все идет лишь к смерти, но здесь, наконец, появляется какое-то рациональное объяснение, почему до этого были в основном такие вот лозунги. «Так послушайте меня, дети, и слов моих не отвергайте, держитесь от нее подальше, к порогу ее не приближайся. А не то потратишь на чужих свою силу, на безжалостных годы своей жизни. Твои силы насытятся другие, и чужому дому пойдут твои старания». Пока не очень понятно, то есть просто говорить «это плохо, это плохо, это плохо», как-то оно не очень звучит. «А ты будешь впустую работать». Хм, откуда эта мысль? Пойдешь к чужой жене, то есть ты будешь ее обеспечивать, наверное, да? Ты будешь стараться для нее вот заработать что-то там, ее одарить чем-то, как-то ее порадовать. Вот про это может быть и не только. «И вздохнешь ты в конце своей жизни, когда плоть твоя увянет и иссохнет. Зачем пренебрегала я наставлениями и упреким, отвергала мое сердце? Зачем я учителей не слушал и наставникам не внимал? Еще шагами не опозорят пред людьми при всем народе». И еще одно, вот тоже не абстрактно это плохо, а ты можешь попасть в очень позорную ситуацию, да, причем вот эти все удовольствия, они временно пройдет срок, и ты больше не будешь в них находить никакого для себя развлечения, а позор-то останется с тобой. Еще одна такая практическая вещь, да, то есть вот книга притчи, она не голословная, она иногда приводит очень такие внятные и земные доводы о том, почему надо выбирать именно праведность, а не грех. И дальше. «Пей из своего водоема, черпай из своего колодца. Зачем твоим водам проливаться на улицах, растекаться по площадям? Оставь их себе одному, не делись чужими. На Ближнем Востоке воды мало, поэтому человек, у которого есть свой водоем, источник, колодец, который обеспечен водой, конечно, это человек, у которого все в жизни есть. А к чему это вдруг? «Да будет благословен твой родник, да будет в радость жена юности твоей, лань любимая, козочка милая, ее грудь утолит тебя во всякое время, любовь к ней пьянит себя непрестанно». Собственно, вот у тебя есть свой источник. Здесь уже не столько молодой парень, сколько взрослый женатый человек, но и молодому парню это такая подсказка, да, вот, да, тянет к женщине отлично, но женись, и у тебя будет свой источник. «И зачем сын мой опьяняться чужой женой, обнимать стан замужней, ведь открыты Господу все пути человека, все дороги людские он ведает. Нечестивый попадет в сеть зла своего, запутается в собственных грехах, погубит его недостаток воспитания, избыток глупости, с пути собьет». Ну, вот эта мысль о том, что все дела человека открыты Богу, мы это видели уже как сеть, которая раскидывается на глазах у птиц, не может поймать этих птиц точно так же. И здесь есть зритель, который наблюдает за всем, что делает человек. Ну, вот пятая глава, она сосредоточилась на чужой жене, и шестая, конечно, она будет продолжать эту тему, но эта тема не измена супружеской, а вообще любых грехов, которые мешают жизни. Да, и причем здесь, в начале книги притчи, эти объяснения, они очень такие простые, земные. Вот это не позволит тебе жить хорошо, вот это не даст тебе покоя. И шестая как раз будет продолжать перечень ровно таких же поступков, связанных с недостатком воспитания, избытком глупости, но очень понятно, почему это все работает против человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok